Всем привет! Меня зовут Ирина Мальцева. Я автор-основатель онлайн-школы выпечки на закваске ЖВ Хлеб. Сегодня я вас научу, как подготовить свою закваску Левита Мадре к ответственной выпечке, чтобы все прошло гладко, чтобы изделие точно хорошо поднялось, было пушистым, ароматным и очень вкусным. Мы берем пол-литра тепленькой водички. Тепленькой это значит где-то около 30 градусов. Сильно горячую воду можно не выше температуры тела. То есть вы должны рукой попробовать и она должна быть не горячей для вашей руки. Сюда добавляю 1 чайную ложку сахара. На это количество воды будет достаточно. При этом не сильно важно сколько у нас будет закваски, потому что она у нас будет плавать комочками, шариками такими. Хорошенечко растворяем сахар. Он у нас в теплой воде. Сейчас разойдется очень быстро. И теперь закваску мы должны нарвать кусочками. Это касается закваски именно Левита Мадре. Она у нас более плотная. И даже если она у вас сейчас поднялась, она может быть немного липковата, используйте муку. Вот так возьмите на пальчики. И скатываем вот такие вот шарики размером где-то по 2 сантиметра. И опускаем в эту теплую воду. Я так отправлю сейчас туда всю закваску. А не лишним будет засечь сейчас время, потому что это позволит нам ориентироваться, как быстро всплывут вот эти вот шарики. Чем быстрее они всплывут, тем у нас активнее закваска. Ну и тем меньше нуждается она, так сказать, в разгоне. Вот таким вот образом. Видите, у меня даже она в принципе сейчас уже плавает. То есть она буквально очень быстро выйдет на поверхность. Если закваску вы достали сейчас из холодильника, она осевшая, то, конечно, она всплывать будет дольше. Дождемся, пока у нас все шарики всплывут на поверхность. И начнем делать подкормки. Так, ну вот посмотрите, закваска у меня всплыла очень быстро. То, что помельче шарики и посильнее я их скатала, они могут медленнее всплывать. Но вот большие, которые у меня меньше подверглись механическому какому-то воздействию, они очень быстро всплыли. Что делаем сейчас? Вот вы дождались, это может быть пройти минут 20, может 40 минут пройти. Дождались, что у вас закваска всплыла. Лучше помельче все-таки делать вот такие вот кружочки. И теперь мы будем подкармливать. Но для начала мы закваску должны немного отжать от воды, потому что все равно у нас влага впиталась. И чуть увеличим пропорцию муки. То есть я отжимаю закваску. Допустим, пускай у меня будет вот такое количество. 60 грамм ровное число. И на 60 грамм закваски, если бы я не купала ее, то я бы добавила 60 грамм муки и 30 грамм воды. Но поскольку у нас закваска с водой, то я добавляю 66 грамм муки. То есть накидываю еще 10%. Соответственно, если 70 грамм закваски, то 77 будет грамм муки и так далее. То есть немножко, чтобы нам скомпенсировать влажность. Когда мы кормим блевиты мадра, воды у нас в два раза меньше всегда, чем муки. Поэтому я добавляю 30 грамм. Здесь мы без изменений количество воды оставляем. И 66 муки пшеничной высшего сорта. А теперь смотрите. Для того, чтобы нашу закваску разогнать, мы ее оставляем при комнатной температуре. Желательно, чтобы у вас было выше 24 градусов, но не жарче 27-28 градусов. Вот так вот. И на 3-4 часа. Все. Дальше мы уже закваску должны будем еще раз покормить. То есть не дожидаясь, пока у нас начнется накопление кисломолочной среды, мы будем закваску подкармливать. И так нужно сделать 2-3 раза. То есть каждые 3-4 часа, ну 3-3,5 часа, мы закваску будем подкармливать в этой пропорции. Единственное, когда вот через 3 часа я сейчас буду кормить, то муки мне понадобится уже ровное количество. То есть, допустим, я возьму 60 грамм закваски и без увеличения на эти 10% возьму 60 муки и 30 воды. Купать каждый раз не нужно. Дальше просто подкармливаю. Вот сейчас я подкормила, вымешиваю закваску и отправляю в емкость узкую, высокую для подъема. Через 3 часа я покажу вам, что нужно будет сделать. Вот эти короткие интервалы между кормлениями, купание позволят нам привести закваску в очень хорошее бодренькое состояние. Если чувствуете, что она липнет, еще на пальчики наберите немножко муки, чтобы закваска была именно привычной консистенции, как вы ее обычно кормите. И далее через 3 часа, ну, 3,5 где-то так, несмотря на то, что закваска у нас не пришла еще, на пик она разрыхлилась, конечно, но не дошла до своего самого наилучшего состояния, мы его не дожидаемся, делаем подкормку. Схема подкормки у нас остается на одну часть закваски, 0,5 воды и 1 часть муки. Я возьму 60 грамм закваски, не всю, и сделаю подкормку. Все повторяем точно так же. Лишнюю закваску можно оставить подниматься или испечь какие-нибудь вафли, на ней блины, чтобы у вас не скапливалось слишком большое количество. Добавляю 30 грамм воды и 60 грамм муки. Все замешиваю, отправляю опять в контейнер высокий и также оставляю на 3-4 часа. Затем делаю при необходимости еще одно кормление, если успеваете по времени, например, или если закваска у вас долго всплывала, то имеет смысл постараться сделать в этот день еще одно кормление, то есть 3 кормления таким образом провести, для того, чтобы разогнать вашу закваску уже непосредственно к замесу основного теста. Ключевую роль в подобной подготовке здесь влияют именно интервалы кормления, температура, при которой находится ваша закваска, ну и купание тоже лишним не будет, потому что купание в подслащенной воде позволяет нам избавиться от накопившейся кислотности. Есть схема разгона закваски, особенно если вы собираетесь печь затем какую-то сдобную вещь с использованием сахара, но мне такой метод не очень нравится, я его не использую, то есть вообще я не люблю, когда слишком сладкая даже сдоба, когда избыточное содержание сахара, сливочного масла, поэтому используя простые сахара, мы закваску только не то чтобы подстегиваем, наоборот как будто бы балуем, вот поэтому я не сторонник, я просто делаю несколько освежений в течение дня и уже к вечеру можно заниматься замесом теста. Вот у нас получился плотненький комочек очередной, сейчас эти излишки уберу и поставлю опять в контейнер для подъема. Второе кормление делаем точно так же, отделяем 60 грамм закваски, добавляем 30 воды, 60 муки, ну либо вашу пропорцию, только ждем уже не 3 часа, а ждем до пика, когда закваска дойдет и разровняется, вы посмотрите как она у меня хорошо разрыхлилась, абсолютно нет никакой кислинки, ни по вкусу, ни по запаху, и сейчас она готова уже к замесу основного теста. Я его сейчас сделаю и оставлю на ночное брожение. Вот этот способ позволяет избавиться от метаболитов, которые накапливаются в закваске, когда вы ее на долгое время оставляете. Наша же основная задача, это для того, чтобы активизировались именно дрожжевые культуры, которые отвечают за подъем и гетероферментативные культуры, которые также отвечают и за вкус и ароматику, ну и за дополнительный рост закваски и выпечки. Я надеюсь, эти советы помогут вам в подготовке вашей закваски к выпечке таких изделий, как круассаны, панеттоны или свадебный каравай. Кстати говоря, эти программы есть в нашей онлайн-школе, ссылочки я оставлю под видео, можете перейти и посмотреть. Ну а вы не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал, если осталось что-то непонятным, можете спрашивать в комментариях. Всем пока, до встречи в следующих видео!